Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раймбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Более сотни тысяч людей заражены коронавирусом. Какова ситуация в нашей стране? Удобные услуги или смартфон в помощь. Услуги электронного правительства учат получать посредством мобильных приложений. Бомжами не рождаются. 157 человек были размещены в Центре адаптации лиц без определенного места жительства в прошлом году. И у каждого букет болезней. До 1 апреля все жители страны должны определить свой статус. Так как именно от него будет зависеть, кто профинансирует вашу страховку. Государство, работодатель или вы сами. 90% казахстанцев уже стали участниками системы обязательного социального медстрахования. У остальных чуть больше двух недель. О ходе реализации внедрения ОСМС говорили сегодня в стенах областного филиала партии Нур-Ротан. Сейчас в Алматинской области участниками программы медстрахования стали 90% жителей региона. Оставшиеся 300 тысяч все еще не определились со своим статусом. Партии и далее оставляют за собой контроль за ходом реализации этого шага плана нации. Отметим свой статус можно проверить уже сейчас на официальном сайте фонда медстрахования или в личном кабинете электронного правительства. Мы призываем всех наших граждан, во-первых, определить статус застрахованности у себя в поликлиниках, либо через интернет на сайте ФМС Фонда социального медстрахования, на сайте ЕГОВ, на сайте Министерства здравоохранения. Везде только требуется туда внести ИИН, и они получат ответ, либо застрахован, либо не застрахован. Если не застрахован, призываем граждан, чтобы они застраховались. Бегай по клавиатуре, а не по кабинетам. По таким слоганам прошел обучающий семинар работников Каратальского районного отделения ЦОН с военнослужащими и сотрудниками отдела чрезвычайных ситуаций. О каких новшествах узнали участники встречи, расскажет наш собственный корреспондент. Доступность государственных услуг – принцип работы электронного правительства для граждан. Современный формат получения услуг теперь станет досягаем как для военнослужащих, так и для сотрудников служб экстренного реагирования, что позволит им при дефиците времени получать услуги в любое время суток. Напомним, мобильное приложение ЕГОВ запущено в 2019 году. На сегодняшний день оно насчитывает уже более 50 наименований, услуг и сервисов. Цель данного семинара заключается в том, чтобы повысить уровень грамотности среди населения и госслужащих, в том числе военнослужащих, чтобы научить их пользоваться приложением ЕГОВ Мобайл, также получать услуги через канал Телеграм-бот. Данное приложение облегчает условия получения государственных услуг. Можно, находясь на работе или дома, не посещая фронт-офис и государственные корпорации, получать услуги. Новшество пришлось по нраву и у штобинца, многие из которых пока еще по старинке обслуживаются в районном отделении ЦОН. Тем не менее, установить приложение на смартфон и начать им пользоваться, не выходя из дома, считает необходимым и клиент Центра обслуживания Леолем Тлеужанова. Установив ЕГОВ-приложение на свой сотовый телефон, вы сможете получить необходимую услугу, не выходя из дома. Я пришла в ЦОН, чтобы установить мобильное приложение ЕГОВ. К тому же в школе требуют справку, поэтому пришлось отпроситься с работы. А благодаря этому приложению я смогу получить услуги без отрыва от производства. Это очень удобно. Сравнивая показатели 2018 и 2019 годов, число оказанных услуг в Каратальском отделе обслуживания населения сократилось на 55%. Эта разница, по словам его руководителя, связана с внедрением сектора самообслуживания по получению электронных услуг. В настоящее время сотрудники отдела ведут активную разъяснительную работу в сфере новшеств электронного правительства для граждан. Продолжаем выпуск. Волонтеры Алматинской области будут учить жителей ЖТСУ пользоваться услугами электронного правительства. Такая мера необходима для повышения цифровой грамотности населения. Об этом на площадке ЖТСУ Медиа заявил руководитель регионального управления молодежной политики. Каким образом будет проводиться обучение и сколько человек вовлекут в данную деятельность, узнавал Ануар Мангельдинов. В большие очереди в центрах обслуживания населения демонстрация отсутствия цифровой грамотности среди населения, считают сотрудники Талдыкурганского ЦОНа. К примеру, из почти 200-тысячного населения областного центра, лишь более 6 тысяч пользуются мобильным приложением «Егофмобайл». Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, специалисты намерены не только активизировать информационную работу, но и внедрить новые методы. Наша главная цель – показать все преимущества получения электронных услуг. Рассказать, что благодаря новым технологиям люди могут значительно экономить свое время и время других. К примеру, благодаря компьютеру или смартфону каждый гражданин может взять те или иные справки, выписки и так далее. На сегодняшний день из 723 госуслуг 534 доступны в электронном формате. Чтобы усилить работу по цифровой грамотности населения, мы подписали меморандум с региональным управлением по вопросам молодежной политики. Мы будем обучать волонтеров, а затем они будут учить население пользоваться электронными услугами. Всего в работе намерены задействовать порядка тысячи волонтеров. Первые 200 человек пройдут обучение до конца апреля. Обходя дома, добровольцы помогут всем желающим получить электронную цифровую подпись, а также наглядным методом покажут, как воспользоваться тем или иным приложением, имеющимся в открытом доступе. На сегодняшний день обучение для волонтеров уже началось. Проводится оно в здании Центра обслуживания молодежи. Каждый желающий может прийти, пройти курсы и стать добровольцем. Помимо этого проекта мы также работаем по другим направлениям волонтерства. Это эко-волонтерство и образовательное волонтерство. По-первыхому в конце марта мы намерены инициировать масштабную областную акцию по уборке и высадке деревьев. Что касается образовательного волонтерства, то мы запустили бесплатные курсы английского языка. Каждый желающий может проходить и обучаться. Все, кто хочет продолжить свой проект или стать добровольцем, я приглашаю в наш фронт-офис волонтерства. На сегодняшний день в региональном управлении по вопросам молодежной политики зарегистрировано 23 волонтерских объединения. В них числятся более тысячи добровольцев. Более 10 тысяч заболевших и свыше 600 летальных исходов. Такова к утру среды статистика развития эпидемии в Италии. В течение суток цифра зараженных коронавирусом увеличилась почти на тысячу. Умерли 168 человек. В течение вторника с симптомами недуга были госпитализированы свыше 5000 пациентов. Почти 900 из них помещены в реанимационные палаты. Тем временем в Китае пик эпидемии, как свидетельствует статистика, уже пройден. За истекшие сутки заразились чуть больше 20 человек. В рамках поддержки и качества жеста солидарности Пекин отправляет в Италию высвободившихся врачей. 2 миллиона защитных масок, а также тысячи аппаратов вентиляции легких, которых на Апеннинах, как свидетельствуют медики, очень не хватает. Хотя на сегодняшний день в Казахстане не выявлено ни одного зараженного коронавирусом, вероятность того, что болезнь могут завести, достаточно высока, поскольку миграция населения не прекращается. Таков прогноз главного санитарного врача страны Шандарбека Бекшина. На брифинге в Нур-Султане рассказали о ситуации с коронавирусом в стране. Бекшин уточнил, что текущий прогноз – это лишь математическое моделирование ученых, то есть предположение экспертов, рассчитанных посредством специальных формул. Власти страны призывают казахстанцев отказаться от поезда к заграницу и соблюдать элементарные правила личной гигиены. Напомним, в Китае сейчас число заражений вирусом идет на спад, тогда как в Европе напротив растет. К другим темам. Из 157 поступивших в Центр адаптации лиц без определенного места жительства, у 14 был выявлен туберкулез, в том числе в открытой форме. Такова неутешительная статистика прошлого года. Выявлением бездомных людей, их адаптацией в социуме и многих других вопросах помогает специальный центр. Какая сейчас ведется работа и сколько людей направлено на лечение не только туберкулеза, но и других опасных заболеваний, узнала Евгения Присяжная. На фоне всемирной вспышки коронавируса такая социальная болезнь, как туберкулез, вроде бы отошла в тень. А зря. Передача инфекции может осуществляться разными путями, но самый распространенный из них – воздушно-капельный. Практически ежедневно в рейд по Талдыкургану отправляется мобильная служба Центра адаптации «Социальный патруль». Она в сотрудничестве с городскими КСК и участковыми службами региона проводит первичный медицинский осмотр лиц без жилья и привозит в приют пополнение. Вновь прибывшие в Талдыкурганский приют бездомные граждане сначала проходят санитарный контроль и дезинфекцию в специально оборудованных для этого помещениях. Их одежда также подвергается санитарной обработке в специальной камере. Люди, которые к нам поступают, многие из них болеют инфекционными заболеваниями, то есть туберкулез. За 8 лет работы здесь мы поместили в туберкулезный диспансер 39 человек с открытой формой туберкулеза. И для того, чтобы выявить именно таких туберкулезных больных среди бомжей, мы делаем медицинские осмотры. На сегодняшний день в Центре адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прибывает 125 человек. Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание приюта. В текущем году эта сумма составила 152 миллиона тенге. Эти деньги – вынужденная мера, направленная на социализацию бездомных, а также на реализацию профилактических мер. Здесь для бездомных лиц организовано бесплатное четырехразовое питание, медицинское обслуживание, содействие в получении документов. Их также определяют в дальнейшие социальные и лечебные учреждения, дома для престарелых или для лиц с психическими расстройствами. Некоторым из них покупают за деньги волонтеров билеты за границу. Они поступают к нам совершенно без документов, выехавшие в то время, в 90-е годы, из России на заработки сюда. И в связи с тем, что они потеряли документы, не смогли вовремя выехать, восстановить из-за того, что у них не было средств на восстановление документов. Вот таким гражданам мы помогаем в 2019 году. Мы восстановили, отправили в Россию четырех граждан, российских граждан, через генеральное консульство. Общество к бездомным относится по-разному. Одни брезгливо, другие понимают, что есть субъективные причины, которые вынуждают человека доживать свой век на улице. У одного сгорел дом, другого выгнали родственники. Но от факта существования бездомных людей не отмахнуться, равно как и от того, что они являются потенциальными носителями опасных вирусов. Благодаря сотрудникам центра бомжи не только получают временный кров и находят своих близких, но и могут уберечься от различных болезней. Не было у меня жилья. Я жила в доме, но получилось так, человеку документы отдала, поверила ему. Потом я осталась без дома, забрали этот дом. Меня инспектор Уштобинский привез сюда, участковый настоял, чтобы я не скиталась по домам. Здесь мне помощь. Стали меня одевать, обувать. У меня ничего не было, кроме халатов. Потом мне здесь помогли прописать. В Толкургане здесь прописка у меня получилась. Сына мне нашла, и Жанночка наша зам. Туберкулез считается болезнью бездомных и заключенных. За все время работы центра и реабилитацию прошли свыше 800 постояльцев. Среди них очень много тех, кто был в местах не столь отдаленных, а также тех, кто находится на пробоционном контроле уголовной исполнительной инспекции. Пьющих людей тоже немало. Но когда человек стремится изменить свой образ жизни, то центр для них становится спасительным ковчегом. Евгения Присажина, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. В продолжении выпуска другие интересные события. Оставайтесь с нами. Операция «Нерест». В Алматинской области с 5 апреля вводится запрет на лов рыбы. Путевкой в жизнь может стать конкурс. Выявили лучших из числа молодых журналистов. Физрук, профессия или призвание. В течение трех дней определиться лучше. В столице страны со вчерашнего дня семьям, получающим адресную социальную помощь, начали выдавать гарантированные социальные пакеты, предназначенные для детей от 1 до 6 лет. Продуктовые наборы и товары бытовой химии они будут получать ежеквартально. Социальная помощь охватывает около 4,5 тысяч детей, родители которых подали заявление на получение адресной социальной помощи в январе и феврале этого года. Жители столицы отметили, что данная поддержка государства поможет существенно сэкономить семейный бюджет. В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает закон КИЗЭТ. По предварительным данным, как отмечает Экспресс-К, машинист поезда проехал на запрещающийся сигнал светофора, и что стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В Усть-Каменогорске, по данным городского управления полицией, минувшей ночью из ресторана «Пахищен Сейф» с американской и казахстанской валютой, ущерб составил почти 8 миллионов тенге. В настоящее время двоих подозреваемых уже задержали и поместили под стражу. Попасть в помещение заведения злоумышленникам удалось через отжатое пластиковое окно. Но задержать 26-летнего и 35-летнего мужчин удалось достаточно быстро. В ходе беседы со следователем оба задержанных сознались содеянным. Сейчас подозреваемые помещены под стражу в городской изоляторе временного содержания. Они рассказали, что вскрыли сейф, забрали оттуда деньги, а потом выбросили его на обочине дороги. Время икромета. С первым весенним теплом в стране вводится запрет на лов рыбы. В Алматинской области он начнется с 5 апреля. Запастись терпением заядлым любителям рыбалки надо до 5 июня, то есть до завершения нереста. Об этом в ходе брифинга сообщили сотрудники региональной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Ежегодно в этот промежуток времени природоохранники призывают граждан отказаться от ловли рыбы. Однако некоторые лица, не внимая предупреждения специалистов, идут на нарушение закона. Так, в регионе в 2019 году к административной ответственности привлечен 331 гражданин, а 9 человек за использование химических и электрических средств понесут уголовное наказание. Специалисты еще раз напоминают, любой, кто будет ловить рыбу в период нереста, будет признан браконьером и ответит по закону. А пойманная рыба может оказаться золотой, но лишь по сумме штрафа. Если правонарушение было совершено на нерестилищах, запретный период, запретные сроки, то раньше данная статья предусматривала санкцию 500 месячных показателей в виде штрафа, то сейчас этот показатель вырос до 3000. Кроме этого, ранее в уголовном кодексе была предусмотрена ответственность от 2 до 5 лет лишения свободы, то последние внесенные изменения сейчас данная статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Раньше конфискации имущества не было. Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина в случае изменения Конституции. Если закон вступит в силу, это позволит ему в пятый раз участвовать в выборах главы государства. Снять ограничения на продолжительность пребывания Путина у власти предложила депутат Единой России Валентина Терешкова. По ее мнению, это необходимо для сохранения устойчивости страны. Все матчи футбольного чемпионата Испании в двух высших дивизионах будут проходить при пустых трибунах, по меньшей мере в течение двух недель. Испанские профессиональные футболисты приняли такое решение на основании рекомендаций Минздрава и Спортивного совета при правительстве. Без зрителей будут проходить также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием испанских команд. Аналогичные меры уже предприняты в целом ряде европейских стран. В Чехии и Молдавии матчи отменяют вообще. Продолжаем выпуск. Новая страница в развитии государственного языка. Переход казахского алфавита на латиницу обсудили эксперты в стенах Дворца языка областного центра. Как известно, в настоящее время латинцы пользуются в более чем ста государствах мира, в их числе и тюркоязычные страны – Турция, Азербайджан, Туркмения и Узбекистан. И этот шаг для нашего государства необходим, считают эксперты. В то же время свыше 90% всей мировой литературы выпускается на языках с латинской графикой. И переход на латинцу позволит укрепить статус и роль Казахстана в мировом сообществе. Необходимо, чтобы Казахстан был открытой страной с открытой экономикой. То есть нам нужно, чтобы иностранные гости чувствовали себя здесь комфортно, чтобы они могли ориентироваться по названиям улиц, домов и городов. Это все связано в первую очередь с нашим алфавитом. И переход на латинцу в этом плане необходим. Я думаю, что от этого мы испытаем лишь позитивные моменты. Преимственность поколений. В этом году общественная страна празднует 175-летие величайшего агына Казахской степи. Он первым донес то казахов на понятном языке работы греческих мыслителей, философов и поэтов. Стремясь к совершенству, Абай Кунанбаев часто прибегал к заимствованию стилей поэтов разных народов и культур. Особенно сына Казахской степи интересовали работы греческих поэтов. В их числе Гомер, Сафокл, Сократ, Платон, Ксенофонт и Аристотель. Абай был человеком умным, разносторонним. Он был хорошо осведомлен о греческой культуре, о работах великих мыслителей. Он находил их работы проницательными и близкими своей душе. Можно сказать, что благодаря его трудам казахский народ познакомился с культурой и бытом греческого народа. Абай Кунанбаев считался первоклассным переводчиком того времени. Поэт в первую очередь пытался донести до читателя смысл и подтекст произведения. Однако, чтобы читатель лучше мог понять менталитет и глубину философии сочинений мыслителей, нередко Абай Кунан адаптировал работы греческих поэтов под быт и лад казахского народа. Четвертая глава Ксенофонда «Воспоминания о Сократе» называлась «Рассказ Аристотеля об отношении Бога к человеку». Абай перевел ее в своем 27-м слове на задании. Если сравнивать труд двух мыслителей, то можно заметить, что есть сходство и различия. У обоих авторов было общее мнение – отношение человека к Богу, уважение и покорность Всевышнему. Однако у Абая это были не слова Аристотеля, а Сократа. Хорошая адаптация работ зарубежных авторов под казахский лад еще раз доказывает многогранность талантов Абая Кунанбая. Он был и есть величайший сын казахской степи, заключили эксперты. Дамир Анитов, Мерюет Кадрбайгазы, Габит Кадрахман, Телеканал ЖИЦУ. Вперед к мечте! Двое школьников из Алматинской области стали победителями республиканского конкурса юных журналистов. В номинации «Лучший ведущий» отличился учащийся от Аллакурганского айтилицея Алаш Мухитула. А вот в категории «Лучшая статья» первое место досталось Мерюет Коши из Коксулского района. Чествование победителей состоялось на площадке ЖТСУ «Медиа». Поздравить юных дарований пришли мастера слова и пера Алматинской области. Отметим всего мероприятие, инициированным фондом тюркоязычных журналистов, приняли участие более тысячи школьников со всего Казахстана. Цель состязаний – развитие отечественной медиасферы и выявление творческих личностей среди детей и подростков. Было нелегко, так как конкуренция была достойная. Я наблюдал, многие ребята хорошо подготовились. Залогом своей победы считаю упорную работу своего наставника. Она меня каждый день готовила. Спасибо ей большое. Я очень рада, что заняла первое место в конкурсе. В будущем хочу стать профессиональным журналистом. Мне эта профессия очень нравится. В конкурсе я представила свою статью о молодежи Коксулского района. Я полностью рассказала о том, чем у нас занимаются молодые люди. Счастлива, что членам жюри понравилось. Буду стараться и дальше. Быстрее, выше и сильнее. В Талтыкургане проходит конкурс на лучшего учителя физической культуры Алматинской области. 16 конкурсатов в течение трех дней будут выяснять между собой сильнейшего. Соревнование состоит из нескольких этапов. Участников ждут подтягивания на турнике, бег на 100 метров, прыжки в длину, проведение классного часа и так далее. По итогам подсчета очков определяют победителя, который поедет на республиканский этап конкурса. Привитие здорового образа жизни и воспитание патриотизма – одна из основных целей, отмечают организаторы. Этот конкурс у нас уже идет пятый год. Надо сказать, что сюда приехали представители всех районов нашей области. И надо сказать, что это учителя творческие. Учителя, которые пользуются инновационными методами в своей работе. Это учителя, от которых зависит, как наши дети относятся к здоровому образу жизни. Учителя, от которых зависит любовь наших детей к спорту, к физической культуре. Надо сказать, что наши педагоги умеют себя достойно показать и на республике. Начиная с 2016 года все наши преподаватели занимают призовые места. В Капшигае стартовал республиканский турнир по футболу среди юношей. Состязаться в мастерстве владения мячом съехались 18 команд со всех регионов Казахстана. Разделившись на 4 группы, каждая команда продемонстрировала свой максимум. Турнир посвящен памяти тренера Владимира Бачеварова. Он внес значительный вклад в развитие казахстанского футбола и вырастил немало талантливых спортсменов, говорят организаторы. Оттачивание технического составляющего и привитие здорового образа жизни – главный ориентир соревнования. Все победители и призеры награждены ценными призами и подарками. Есть много футболистов, которые уже сейчас играют в различных клубах. И сегодня отсюда, из Капшига, из других наших команд, они показывают великолепные результаты. И вот этот турнир позволяет нам, чтобы повысить свое спортивное мастерство. Низкий поклон за проведение этого турнира в памяти этого замечательного человека. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин